Давид спросил относительно Илеша, как вы помните, есть эпизод, когда он поднимается из Ирихоба и Тель, его преследуют юноши, бросают в него камни, и он Всевышний, по его слову, по его молитве, создал лес и двух медведиц, вышли две медведицы, они разодрали этих юношей, и он меня спрашивал, что я не знаю, кто-то сказал, что он потом из-за этого заболел проказом. Есть, как говорят, есть посылки, которые совершенно дикие, но есть посылки, у которых есть ноги, как на иврите говорят, есть шаглай, есть ноги там, где это можно найти. И в трактате Сотта говорится действительно, что три раза заболел Илеша, неважно там все эти обстоятельства, и вот один из-за того, что он из-за этих медведиц. Раши пишет ми овон из-за греха, то, что он натравил на детей этих медведиц. Вот Маарша очень удивляется, почему Раши так пишет, как бы это мнение непонятно, и у Раши тоже не все понятно, не все принимается у Раши. Он удивляется, какие дети, вроде бы это не дети, и как он натравил на них медведиц, и так далее. В принципе, скажем, да, Цовремон пишет, что они хотели убить его просто, кидали камни в него. Но действительно, значит, есть эта посылка в Сотта, что он заболел, не браказой. Не браказой, потому что браказой, он не мог общаться с людьми, занял бы время, он сразу после этого приходит в Байтель, потом выходит на войну с Ярамом, да, и то, что можно представить себе, что действительно что-то с ним произошло, может быть, да, может быть, другие видели, может быть, он сам потом рассказал людям, да, как и почему. Не потому, что он виноват, да, а как предупреждение другим, да, пророкам, да, что это серьезная проблема, скажем, да, вот, привести к смерти людей, это серьезная проблема, да. Вот, хотя совсем незадолго до этого Илья Унаби сжег 50 человек, и еще 50 человек сжег, а в нем и ничего, да. Вот, так что есть разные обстоятельства, разные люди, но здесь было предупреждение, да, может быть, молодые люди глуповаты немножко, да, вот, и может быть, они даже не сами как бы виноваты из-за того, что они посмотрели на поведение других, как к нему другие относятся, к Ильиша в тот момент, да, вот. Вот, и что-то, что-то, скажем, была какая-то проблема, когда небеса предупредили, что, значит, другим так делать не стоит, да, не то, что он виноват прямо, да, вот Маршалл удивляется, почему Раша пишет, что это был грех, да, вот. Что я хочу сказать, да, бывая посылка из пророка, да, она должна быть проверена, выверена, нужно понимать, о чем ты говоришь, нужно понимать, нужно знать все обстоятельства, да, все обстоятельства, и, скажем, ну, иногда бывает полезно, да, но я, в принципе, против того, чтобы упрощать. Вот он натравил на них, на детей медведицы, за это он заболел. Нужно объяснить, да, потому что, вот, ситуацию понять, они его убить хотели, да. И страшное осквернение имени Всевышнего, когда так поступают с пророком, с пророком, которого только что для него Ярден раступился, да, для него все видели, как для него Ярден раступился, вот и Ярдена, и так они выступают с пророком, да это все равно, что как бы на машину пасть, после того, как Морль раступился, да, понятно, что огромная проблема, вот, почему он заболел, почему Всевышний это сделал, да, вот, это нужно объяснить. И здесь может быть только одно объяснение, как предупреждение другим пророкам, великим, большим, что есть в этом деле определенная проблема, да. Это, как бы мне очень хотелось сказать, может быть, передадите Давиду тогда, в Таштате Сота, да. Теперь мы с вами постараемся закончить псалом, который не закончили в прошлый раз, да. И, поскольку наша война, к сожалению, продолжается, продолжается, к сожалению, потому что, чтобы мы отступили куда-то и помирились с таким страшным врагом, а, к сожалению, даже не сразу не прикончили его одним ударом, да. Вот, и до сих пор все продолжается и продолжается, но, как бы, наш дело маленькое. Мы с молитвой ради наших воинов, ради их благополучия, да, вот, ради благополучия и ради их успеха, ради возвращения пленных и выздоровления, выздоровления ранних, да. И с этими словами мы с вами открываем 16-й псалом, я надеюсь, что вы помните 16-й псалом, да, вот, ют, как мы пишем, тетзайн, да, и, честное слово, очень балующие строки, когда ты начинаешь, как бы, понимать это, да, я вот напомню, мы, в принципе, прошли, я только напомню, да, что Давид просит у Всевышнего защиты, потому что говорит, я надеялся на тебя, но при этом он сразу говорит, у меня нету заслуг, ты мне ничего не должен, да, я надеялся на тебя, это не заслуга, это, как бы, это условия, условия, да, если человек не надеется на Всевышнего, не полагается на Всевышнего, то что он может ожидать и как бы, с какими претензиями, если так можно сказать, ко Всевышнему он потом может прийти, да, надеялся, помоги мне, потому что я всегда надеялся на тебя, это значит, я и в будущем буду надеяться, это условия, условия, без этого не может быть ничего, но так, по большому счету, как бы, ты мне ничего не должен, он сразу замечает Давид, да, а кому, как бы, ты должен, да, кому, как бы, ты должен, это погибшим и людям с невероятно высоким трепетом перед Всевышним, да, перед Всевышним, которые выходят на войну, да, есть те, кто погибли, ты им, как бы, ради них ты должен, должен мне, потому что я царь, от меня зависит успех всего народа, победу на войне, ради погибших ты мне должен, да, потому что, чтобы не получилось так, что, упаси Бог, они погибли зря, даром, да, вот, и, скажем, да, и, если вы помните, да, тоже я повторю, это очень волнующий рассказ про Рафф Орбаха, когда его спросили, можно ли ехать за границу, молиться на могиле праведников, он сказал, вон у тебя гора Эрцель, там полно праведников, да, иди там молись, да, вот, и есть, знаете, говорят, что праведники не передают ритуальные нечистоты, да, и когда хоронили Раби, Раби Уда Амаси, Кагены вышли его хоронить, да, вот, есть, я не знаю до конца это правильно или нет, но есть такой обычай, что Кагены заходят на Аргерцы, идут на Аргерцы, потому что там нет ритуальной нечистоты, там одни праведники, да, вот, я не знаю, может быть, если бы меня спросили, я бы сказал, что это не стоит делать, но тем не менее такой взгляд на вещи, такой взгляд на вещи существует, да, вот, и дальше мы с вами пробираемся по этому 16-му псалму, да, и вот, и здесь давайте возьмем с 5-го предложения, да, возьмем с 5-го предложения, да, Бог доля моя, да, то есть, хилки надел мой в земле Израиля, да, как бы для Давида, да, Бог – это его удел в земле Израиля, там, где его удел в земле Израиля, там, там Бог, да, и чаша, чаша моя, чаша благословения, да, ты, ты, томэх горали, да, по-русски написано, с поспешиству ешь в судьбе моей, есть в этом что-то, да, то есть, томэх горали, гораль, бросают и ждут, что выпадет, и может выпасть, выпасть что угодно, да, вот, скажем, люди играют в кости, бросают, он не знает, что ему выпадет, один-один или шесть-шесть, да, вот, Давид говорит так же и в моей жизни, да, есть неопределенность, но я знаю, что когда есть неопределенность, да, Бог делает так, что выпадает шесть-шесть, не один-один, а шесть-шесть, да, он, любую случайность, он поворачивает в мою пользу, я в этом уверен, да, да, это томэх горали, поддерживающий мой жребедь, да, наделы выпали мне в приятных местах, да, и наследие мое прекрасно для меня, да, да, Давид рад тому, что он со Всевышним, да, и надел его там, где, скажем, он живет, наследные надел его, там он с Богом, и это ему приятно, да, благословил Бога, который советовал мне, да, и тут он продолжает, как бы, рассказ о своем восприятии, что происходит в трудной жизни царя, что происходит в сражении, да, Бог советует, да, Давид советуется с Богом, он спрашивает его, вот я, как бы, решил так и так, как мне поступить, да, иногда Всевышний отвечает напрямую, иногда нет, да, но в голову приходит мысль, как раз та, которая нужна, да, которая, которая приносит успех, которая разворачивает правильный план, там, сражения или поведения в трудной ситуации, Бог советует мне, да, говорит Давид, да, это восприятие мира, да, восприятие мира, да, вот он идет по жизни, что-то получилось хорошо, да, мог поступить, мог составить такой план, пошел по этому плану, получилось хорошо, Бог мне помог, Бог советовал, да, это, как бы, восприятие, восприятие жизни, да, да, и мы с вами говорили, что Всевышний строит мир по восприятию человека, если он так воспринимает, значит, Всевышний ему действительно помогает, да, ведет его этим путем, подсказывает ему, да, раз он считает, что Всевышний всегда помогает ему, Всевышний поможет, да, даже когда нету напрямую, да, и ночами наставляли меня почки мои, да, посмотрим, как на иврите, вот слово вы наставляли меня, я отца, они, афлей лот, исруни, клайотай, исруни, от слова, здесь можно взять муки, да, но можно взять и от слова мусар, наставление, действительно, то есть здесь, как бы, я бы сказал по-русски хорошо, наставляли меня почки мои, почки – это, как бы, символ совести, символ совести у Давида точно, в шалмах это символ совести, да, вот, как говорят, да, он у меня в печенках сидит, да, а это что значит? Совесть мучает, да, вот надо бы сделать что-то человеку, он просит, да, а я не делаю, вот он сидит у меня в печенках, и другие вещи, бывает, в печенках сидят, а здесь почки, да, в почке, да, сидит в почках совесть, да, вот это что, как бы Давид как представляет, да, что совет Всевышнего, он, если ночью во сне, это тоже хорошо, но днём он более ясный, более чёткий, да, мысль, которая приходит днём, вот, а ночью что? то ночью, да, я проверяю себя по совести, как я поступил, да, вот мне Всевышний так и так посоветовал, а я всё понял, а я как бы до конца пошёл в том, что он мне посоветовал, да, и вот, и... или, а вдруг он мне не посоветовал, и я ночью думаю, да, ночью думаю, да, правильно ли я поступил, даже при том, что мне Всевышний посоветовал, Или, если он мне не посоветовал, я думаю, почему же так получилось, что я сделал неправильно. То есть, постоянно я живу с ощущением Всевышнего, соотношу себя со Всевышним. И посмотрите, что он в следующем говорит стихе. Это какая-то великая фраза. Невероятная. Невероятно. Представлял Всевышнего перед собой. Как представлял? Ну, какая разница? Может быть, как отца своего, который наставляет. Вот как Яков, как Йосеф. Йосеф, он собирается войти к дочери фараона, не вдаваясь подробностей. Он читает, он видит по звездам, что она должна быть его женой. Как бы тут деваться некуда для того, чтобы мир продвинуть куда-то. Для того, чтобы, как говорят сегодня, машинка привезти в мир. Он должен быть с ней. И вот он идёт, и вдруг перед ним образ его отца. И он ему говорит, если ты это сделаешь, я тебя вычеркну из своих детей. Видение такое. Бог перед ним. Какая разница, как отец, как что-то. Или нет ничего, а просто ощущение человека, что он стоит перед Богом. Это что-то невероятное. Давид говорит, всегда. Всегда. И в то время, когда нужно принять решение. И в то время, когда я в бою. Я представляю Бога перед собой. Он идёт передо мной, и я уже иду за ним смело. Ничего не боюсь. Здесь можно вспомнить, как бы это не прямая параллель. Но мы помним о году из Сангедрина, когда Александр Македонский склоняется, спрыгивает с колесницы, склоняется перед Шимоном Цадик, перед Шимоном Праведником. И когда его генералы спрашивают, почему ты так поступил, он говорит, этот еврей похож на того ангела, который идёт передо мной в бою и приносит мне победу. Оказывается, даже Александр Македонский, который, наверное, на небесах видит, что он продвинет куда-то эпоху вперёд. Вот перед ним идёт ангел. Перед Давидом, перед ним Всевышний. Перед ним Всевышний. Это его ощущение. Потому что от правой руки моей он не отличается. Он перед тобой или он у правой руки твоей? Когда я его вижу перед собой, он не всегда просто разбрасывает вот так вот врагов, а он даёт силу моей правой руке. Он держит мою правую руку. Я сам побеждаю. Я его вижу перед собой, и я иду в бой, и я побеждаю. Он держит мою правую руку. Держит мою правую руку. Лахен самахлиби. Поэтому рада моё сердце. Поэтому рада моё сердце. И почему рада сердце? Иногда на войне тяжело. Иногда неприятно кому-то разбивать или отрубать голову мечом. А тут рада сердце, потому что я знаю, что я исполняю волю Всевышнего. И как бы во мне его сила, через меня проявляется его воля. Я рад. У меня нет никаких несомнений. Это, знаете, как у солдат. Очень часто, независимо от их убеждённости, там, скажем, да, тяжело убивать. Тяжело упаси Бога, когда товарищ рядом с тобой погибает. Люди выпадают. Они потом уходят на какое-то лечение на длитный срок. Есть такое понятие, илун-краф в Израиле. Человек, пострадавший в сражении. Раньше не признавали это с медицинской точки зрения, а сегодня признают это. Есть разные степени. Давид говорит, да, у меня нет никаких сомнений. Я рад. Я чувствую Бога собой. Виагель кводи. И торжествует моя честь. Он говорит очень интересно. Честь, гордость моя, она торжествует. Он мог сказать, что я горжусь победой. Горжусь победой. Он-то гордится победой, потому что она вместе со Всевышним. Но он не говорит, что я горжусь. А он как бы так завуалированно говорит. И я радуюсь, радуюсь чести. Чести, которую мне дал Всевышний сражаться за его имя и победить. А в Сари ишкон над этими. И здесь он еще говорит еще одну потрясающую вещь. Потрясающую. И плоть моя будет пребывать вовеки. Что это значит? Ну, можно сказать по-простому, что Бог меня убережет. Никто не убьет меня вовеки. Не буквально вовеки, а там только срок жизни, который мне отведен. Никто меня не убьет. Никто меня не ранит. Моя плоть будет целой. Я выхожу, Всевышний передо мной. От правой моей руки он не отлучается. И я всегда буду... Я побеждаю, я горд, я рад. И я всегда буду цел. Это одно. Но здесь еще скрывается один такой момент, который говорят наши мудрецы. Это нам говорят наши мудрецы, что человек с глубокой верой, который рискует своей жизнью или даже жертвует своей жизнью ради еврейского народа, ради освящения имени Всевышнего, ради завоевания земли Израиля, его плоть не тлеет. Его плоть не тлеет. Он приходит к воскрешению из мертвых целым. Какое преимущество в этом? Говорят, что не только рожать ребенка тяжело, рождаться тоже тяжело. И, так сказать, воскрешаться из мертвых тоже непростое дело. Как у Ихизгеля описывается, что кости собираются вместе, покрываются жилами, это непростое дело. И об этом Санхидрин говорится, что какое наказание Тита в том мире? Это Онкулус спрашивает, какое наказание Тита в том мире? Ему говорят, да, из того мира оттуда говорят, что каждый день его развеивают, его пепел над морем, а потом собирают вместе и опять развеивают, да. И Геммар спрашивает, ну и что? Говорят, ну как что? Тяжело воскрешать. Тяжело воскрешаться, да. Тяжело восставать к жизни, да. И вот. И это как бы есть свидетельство из Хака Шамира, да, что два молодых человека, которые в Каире убили английского представителя, который призывал к уничтожению евреев, да, их поймали, их казнили, да, через, я не помню в каком году, Шамиру дали забрать их тела. Он говорит, я приехал, мне передали их тела, они были целыми. Не были целыми, да, это его свидетельство, которое он много раз повторял. И мы понимаем, что здесь речь идёт как бы в Псалме не только о величии человека, который надеется на Всевышнего, не только о помощи Всевышнего, но и о величии всех воинов Израиля, которые рискуют своей жизнью, иногда отдают свою жизнь, да. Килота озон на вши, потому что Бог не оставит мою душу, ли шоль, чтобы она спустилась в, так сказать, в ад, преисподнюю, я не знаю там, как можно разбирать это понятие, да, но есть гиеном, шоль, чтобы она спустилась в могилу, иногда живой перевод. Лоти тен хасидейха лирот шахат не даст праведнику твоему, праведнику хасиду. Хасиду здесь уже не в том смысле, мы понимаем, что когда человек, когда человек стремится исполнить заповеди, делает больше, чем положено, одевает два тфилин, там, скажем, да, молится у него, как говорят всегда, двойное покрытие, есть кипа, есть шляпа, здесь не об этом речь, да. Хасид – это тот здесь, это тот, кто по любви ко Всевышнему, служит по всему, служит по любви Всевышнему и выходит на войну, да, выходит на войну, потому что ты не оставишь хасида твоего, человека, который проявляет любовь ко Всевышнему, когда он выходит против врагов народа, то же самое врагов Всевышнего, да. Тудеэнни ораххаин, да, и Давид дальше просит, да, я говорил, он говорит в основном о войне, о защите в критической ситуации, я прошу тебя ещё об одном, да, ты мне подскажи, как мне жить, даже в простой, даже в обычной жизни, в простой ситуации, я не только мне на войне, не только в критической ситуации мне нужна твоя помощь, твой совет, да, тудеэнни ораххаин, поведай мне, каким путём идти по жизни, с вас махот, это панейха, да, дай мне сделать так, чтобы, скажем, я насытился, насытился радостью, да, чтобы преисполнился радости, когда я вижу лицо твоё, да. Лицо, как мы с вами говорили, да, что это когда человек ощущает совершенно явно и чётко в присутствии Всевышнего, да, неимод, неимод бенимейха нецер, да, всегда у твоей правой руки, правая сторона – это милость, да, он говорил о правой руке, как о силе, милость, милость всегда сильнее суда, но в бою, как бы, да, иногда милость, она превращается в суд, и когда это против врагов, да, то правая сторона становится сильнее и разящей врага, а здесь он возвращается к обычной жизни и говорит, да, приятность всегда в твоей правой руке, вечно, потому что, как бы, правая рука – это милость, а ты всегда идёшь со стороны милости, и я это понимаю, и я живу с тобой, мне это приятно, да, то есть к военной ситуации, к сражениям он добавил обычную жизнь и сказал, что, да, я не только на войне, я в обычной жизни хочу идти вместе с тобой, да, есть немножко, да, вот, не знаю, у меня эти строки, они меня очень волнуют, когда только начинаешь понимать, о чём идёт речь, да, вот, иногда комментаторы боятся за нас, да, и они как бы прячут свои слова, и прячут идеи в какие-то слова, нужно много просить и посидеть, чтобы понять, о чём они говорят, об этом говорил ещё сломал Мелих, он говорил, да, что я вас хочу научить в своих притчах, хочу научить понимать загадки мудрецов, да, почему загадки? Потому что не всё всегда можно сказать открыто, нужно как-то спрятать немножко слова, чтобы тот, кто поймёт, поймёт, тот, кто не поймёт, не дорос, он поймёт попозже, да, но не всё можно сказать открыто, да, и вот такие вещи, когда человек выходит в бой и всё, но мудрецы не всегда их раскрывают, да, есть немножко, есть что спросить, что-то хочется спросить, по этому понедельной главе что-то назрело у нас, нет, и если нет, тогда мы постараемся с вами вернуться к, как бы сделать свитч, да, и упасть в геморрю, да, когда я говорю упасть, мне вспомнились слова моего учителя, Бенёмина Констанисона, совершенно замечательного человека, вот, и он говорил так, да, он говорил, когда начинали, открывали геморрю, он спрашивал, где мы держим, да, где мы держим, почему мы держим, да, это же не просто, а где мы держим, да, а потому что когда геморрю учили, да, то держали палец на том месте, где, где сейчас стоят, где, которые учат, а вокруг смотрели комментарии, а палец он никогда не отрывался от самой геморрю, поэтому у него по-русски это называлось, где мы держим, да, мы с вами держим на 48-м, на 48-м листе, и здесь хотелось в преддверии 17-го Томуза немножко обсудить значение храма, не только в том плане, как место, где собирались все евреи, место, которое поддерживал национальный дух, дух народа, но и как то место, которое постоянно, из которого постоянно исходило влияние на еврейский народ, и мудрецы, когда говорят, что когда был разрушен храм, да, что как бы что-то произошло в мире, что-то произошло в душах, то, что нам давалось раньше, да, мы перестали до этого дотягивать автоматически все, да, какие бы люди ни были великие, разрушение храма ударило по ним. А что у человека есть? Что у человека есть? У человека есть его ощущения, по большому счёту, да, его ощущения и его разум, да, можно сказать, у него есть ещё возможность пророчества, да, может быть, но по большому счёту у него есть его ощущения и его разум, да, И, скажем, если говорить, что еврейский народ – это избранный народ, и спросить, а как это проявляется в реальности, кроме того, что с нами происходит через, а как каждый еврей, он относится к избранному роду. Ну, как относится? У него спектр ощущений шире, чем у других, и мыслит он, видит он гораздо более общий и глобальный, чем видит другие. Смотрит как бы со стороны звёзд, ну, хотя бы немножко, у него есть это свойство Авраама – смотреть на мир сверху и видеть его глобальные проблемы, не частные. Это и есть избранный народ. Как звёзды небесные смотрят со стороны звёзд. И когда храм разрушен, есть такое наказание в Туре, и отсечётся душа его от народа его. Это как? Мы понимаем, что еврея нельзя переделывать не еврея, упаси Бог, даже он творит страшные вещи, ему нельзя переделывать не еврея. Но отсечётся душа от народа его, да? Отсечётся в какой-то степени, то есть каким образом? Он меньше станет похож на еврея, его чувственный мир, его мыслительные способности. Они ограничиваются, нечего здесь. Там это суд небес, это всё в руках небес, кто, кого и как, и в какой степени это всё в руках небес, но принцип остаётся принципом, да? Это я просто о храме. Это храм, это как бы ушёл храм, и вот ушло наше что-то еврейское особенное в каких-то процентах, да? Как мы можем с вами понять из Агады в Брахот, можно сказать, на треть. Треть мы потеряли, да? Я сейчас не хочу возвращаться к этой Агаде, чтобы доказывать, но когда-нибудь, может, посмотрим, да? Вот, и мы с вами здесь смешнее говорим, что, как бы, ступени Галута, да, отменился Сангетлин, отменилась песня, как мы говорим с вами, да, что трепет перед Всевышним стал меньше, поэтому запретили петь, и мы понимаем, что сегодня запрет не действует, мы об этом говорили, да? Когда умерли первые пророки, отменился Урим и Тумим, и важно то, не только, что отменился Урим и Тумим, да, Урим и Тумим, есть пророки, и все евреи, у них есть что-то от пророчества, не только один человек, десять человек, да, у всех есть что-то от пророчества. Урим и Тумим, когда первосвященник одевает нагрудник, и нагрудник светится. У всех евреев что-то светится. У всех евреев что-то есть в душе. И поэтому, когда отменился Урим и Тумим, это тоже намекает на то, что что-то отнялось у нашей души, у нашего сердца. Вот эта способность, способность светиться, влиять на мир, немного ушло. Когда был разрушен Пейдмикдаш, отменился Шамир, это речь идет о первом храме, пропал Шамир, пропал вкус меда. И в пасху Аншей Амана в Израиле ушли люди, пропали люди веры из Израиля. Скажем, как говорит Давид, «Спаси Бог, потому что ушел праведник». Ну как же так, ушел праведник? Как же так, ушел праведник? Кравштандер здесь объясняет, что речь идет о тех людях, это относится и к первому храму, и ко второму храму, скажем, в какой степени? В первому храму, еще в большей степени ко второму храму пропали люди веры. А Давид говорит, пропал хасид. Гемара ставит знак равенства между верой и хасидом. Ну как люди веры пропали? Равштандер запясняет, что речь идет о тех людях, которые влияют, которые готовы выйти на площадь и сказать, что вы делаете? Как же вы поступаете так-то и так-то? Как же вы верите в то-то и то-то? Таких людей стало очень мало. Если они не пропали совсем, то их стало очень мало. Речь идет не просто о верующих людях, а о тех людях, которые, так сказать, распространяют веру, укрепляют веру у других. И не только в предметраше, они во всем народе могут встать и сказать. Ну и скажем, в Кнесете можно обратиться со словами поучения? Не знаю, как сейчас, но Михаэль Бенари, когда был членом Кнесета от организации, которая была, от партии, которая была завуалирована, как бы продолжением Каха была, там были ученики Рафмейра Каана все, то он 9-го апа прочел целую лекцию с трибуны Кнесета о разрушении второго храма и о тех выводах, которые следует сделать. Слушал, кто-то мне слушал, он был пустой. Но он это сделал. Он прочел эту лекцию с трибуны Кнесета, Раф Каана выступал с трибуны Кнесета с поучением, в основном с морально-нравственным против испорченности общества, выступал с трибуны Кнесета. Таких праведников осталось очень мало. Это очень трудно встать и сказать то, что есть на самом деле. Очень-очень трудно. И вот эта сила, поддержка Всевышнего, она пропала. Там нужна огромная сила, чтобы обратиться с таким поучением ко всему народу. Рабан Шимон бен Гавлией говорит, что свидетельство у Раби и Ашуа, что с того дня, когда был разрушен храм, здесь, видите, перескочили, потому что Урим и Турим – это первый храм, Шамир – это первый храм, а потом вот люди веры, это, я думаю, все-таки больше относятся ко второму храму, и поэтому продолжаю про Раби Ашуа бен Хананья. Раби Ашуа бен Хананья – он мудрец, который жил до разрушения второго храма, и в период разрушения второго храма, это первый век этой эры, в основном его время жизни и деятельности, он говорит так, да, С того времени, послушайте, с того времени, как разрушен храм, не проходит дня, чтобы не было проклятия. Какое проклятие? Надо было спросить у него. Но он видит так, да, что как бы, да, проклятие, это не, мы говорим, проклятие, да, а здесь нужно в ибритское слово услышаться. Клала – это от слова каль, да, то есть что-то отнятое и стало легче, да, то есть то благословение, которое было раньше, у него был вес, да, а сейчас всё это так, по мелочи, легче, да, поэтому нету дня, когда бы, не было бы дня, когда бы вернулось это благословение. Каждый день понемножку, по чуть-чуть только, да. Как мудрецы различают, какая роса для благословения, а какая нет, трудно сказать, но различают, да. Роса, она отличается от дождя тем, что дождь, в нём всегда есть неприятный момент, да, вот кто в дороге находится, поэтому в Йом-Кипу первосвященника, когда он заходит в святая святых, произносит короткую молитву, и одни из слов этих короткой молитвы, да, что Всевышний не слушай молитву тех, кто идёт по дорогам, да, дай дождь, да, вот всегда в себе кому-то не хочется дождя, по той или иной причине, холодно, да, человек промок, да, вот, не слушай молитву тех, кто идёт по дороге, дай дождь. В дождей есть неприятная сторона, а в Росе, говорят, нету неприятной стороны, да, она вдруг появляется, да, на траве, на растениях, на поле, и она благодатна для этих растений, да, но говорят, что вот эта благодать как бы физическая, в ней ещё есть какое-то благословение всегда свыше, да, вот даже в дождях не так, а в Росе, поскольку она вот такая хорошая, никому не приносит неприятностей, да, то в ней есть ещё какое-то дополнительное благословение. Он говорит, не было, не было расы, в которой было бы, в которой принесла благословение, да, Венитальтаама Перот, да, послушайте, что он говорит, Рави Ашу, он говорит, был забран вкус плодов, забран Венитальтаам, забран вкус плодов, да. Я всегда говорю, скажем, переходя в такую метафизическую область, я всегда говорю, что, ну вот, в Израиле есть гранаты, да, и в Грузии есть гранаты, а в Грузии может быть больше, и лучше, и сочнее, да, вот в Израиле гранаты, земля Израиля строится гранатом, потому что он указывает на свойства еврейской души, да, вот она поэтому, но, наверное, я думаю, что я прав только в наше время. Наверное, тогда, в то время, да, гранаты в земле Израиля, они действительно обладали особым вкусом, да, которого не было ни в одной другой, ни в одной другой земле, да, и, вот, и еще, скажем, да, это не здесь, да, Раби Яшу в другом месте говорит, Мишнанин всегда все приводит, да, Раби Яшу в другом месте говорит, что была забрана, и, скажем, да, ну, как сказать, не то, что совсем забрана, да, она перестала быть такой благодатной, красота сыновей Израиля. Сыновья Израиля были красивыми. В древнем мире это бросалось в глаза, да, Иосиф Флавий рассказывает о том, что Ирод Уордус был женат на Мирьям, да, из потомков Кашманаев, да, Он потом, негодяя, убил ее, да, из ревности, да, Одну и последнюю из родов Кашманаев. Но у нее еще был брат, да, еще был брат Арестобул, который в 16 лет он стал первосвященником, да, и они были настолько красивые, эти потомки Кашманаев, что его друг Антоний, который какое-то время правил в Египте, да, и поднял бунт против Цезаря и правил в Египте, да, он просил Уордуса, чтобы он прислал ему Мирьям и Арестобула посмотреть на них. Но несмотря на то, что Антоний был его, как бы, лепший друг, как говорят, да, Уордус не отправил ему свою жену и брата жены, да, вот, зная натуру римлян, да, он отправил ему портреты, отправил портреты Мирьям и Арестобула, это описывает Устья Флавий, да, и отсюда мы можем представить себе, что красота сыновей Израиля была необычайной, она бросалась в глаза. Да, и пророби Ашуа рассказывается, что его, то, что называется Матронита, какая-то важная женщина из римлян, она спросила его, да, она спросила его, да, почему твои ученики такие красивые, да, он сказал ей, ты знаешь, они были бы не такие красивые, они были бы умнее. Это только после разрушения храма, только после разрушения храма, когда вот эта вот хорошая сторона росы, красоты, да, она куда-то, как бы, исчезла, перестала так работать на пользу, как раньше, да, поэтому, вот, нужно понимать Раби Ашуа, что это после разрушения храма, да, и вот Раби Ашуа, как бы, да, он очень, ну, можно сказать так, любил еврейский народ, если может переживал за еврейский народ, свою жизнь он посвятил тому, что он ездил по Риму, и он выкупал пленных, да, выкупал пленных и на свои деньги, на те, которые собирал, да, выкупал, это же страшное дело, понимаете, да, после разрушения второго храма, да, массу народу продали в рабство, да, у римлян было такое наказание, те, кто непосредственно не принимали участие в восстании, да, вот, и тех убивали, а тех, кто не принимал, так сказать, как сегодня говорят, как есть на еврейском, бил теми уравим, незамешанных в восстании, да, они собирали и продавали, не продавали в рабство после разрушения, после разрушения второго храма, рабов продавали в Хевроне, да, и в Кейсарии, и цена, как пишет Иосиф Лавий, цена на рабов упала до, до гор, как это сказать, до стога сенок, а то не стога сена, а еще меньше, как снопа сена, которым можно накормить лошадь, да, вот, за стога можно было продать раба, да, да, это ужасное дело, да, попадали в рабство, да, раби Ашуа ездил, выкупал рабов, и он нашел раби Ишмаэля, внука первосвященника, последнего первосвященника, ребенка совершенно невероятной красоты, да, он его выкупил, и тот стал мудрецом Туры, да, вот, это просто, чтобы, как бы, понимать, да, вот, что за таким скупым словом, да, раби Ашуа, который говорит, нету, нету дня, чтобы не было, нету дня, чтобы не было проклятия, да, нельзя сказать, что мудрец вот так сказал каждый день это проклятие, да, он говорит о том, что ушло, часть благословения ушла, но вместе с тем, если посмотреть на его жизнь, на то, что он делал, да, мы понимаем, что, вот, очень тяжелое такое дело, тяжелое время, и множество народа убито, попало в плен, живут в рабстве, да, вот, мы слышим то, что скрывается, как бы, за его словами, да, вот, это плала. В логи рады отталли браха, не спускался на раса для благословения, в иниталь там опирот, и был завран вкус плодов, да, раби Иосей говорит, да, раби Иосей, он немножко другой, да, раби Иошу, он постарше, да, и он полностью, как бы, за народ, хочет защитить народ, хочет защитить народ, призывает не бунтовать против Рима. В 115-м году раби Иошу погасил восстание, которое назревало, да, восстание вспыхнуло позже, где-то в 120-м году, да, мы всегда говорим, что восстание Барковбы, 132-й год, я почитал, что нашим, по нашим источникам, это где-то 120-й год, ну, разберемся, неважно, сейчас не обязательно за этим, на этом заостряться, да, вот, он погасил восстание в 115-м году. Раби Иосей, он немножко другой, да, он из учеников раби Акиба, из-за продолжателя его дела, и время уже более позднее, как бы, вот, и он говорит, да, афниталь шуман, афниталь шуман, афниталь шуман, а перот, даже сочность, как, ну, как сказать, дословно, жир, перот, насыщающая сила пек плодов, она пропала, да, да, когда есть духовность, да, человек быстрее насыщается, чем больше духа, тем ему меньше, меньше нужно пищи, как бы, ну, может быть, не всегда, но, в общем-то, этот принцип, он действует, да, и вот плоды перестали насыщать, говорит Иаби Иосей, да, Раби Шимон, Бен-Элязар, да, говорит, Атогора, Накла, Эдата, Ам, Ведарех, он говорит, что не просто пропал, не просто пропал вкус плодов, а отсутствие чистоты, когда невозможно очиститься, да, после разрушения второго храма еще был пепел, пепел красной коровы, им очищались, но это уже было трудно сделать, да, он говорит, пропал Атогора, пропала возможность очиститься, да, и тогда пропал вкус плодов, и запах пропал, ну, что я вам говорил, я же вам говорил, да, еврея-то тот, кто чувствует особо, но он не просто так, а просто вот, когда он с Богом, когда стоит храм, тогда это все остро очень, он особо чувствует, понимает, ощущает особо, да, когда нет храма, остается это, безусловно, но уже не с такой силой, да, вот, как бы кусок, кусок человека отрезали, кусок еврея отрезали, да, вы знаете, я, вот, вот, я очень волнуюсь, вот, как с еврейской душой, да, мы живем в том месте, в Неведанье, где проходит дорога отцов, да, и по этой дороге Авраам из Хеврона шел с Ицхаком, да, для того, чтобы положить его на жертву, и всю историю дальше вы знаете, ее можно обсуждать, но это факт, он шел по этой дороге, и вот там, где находится наше поселение, оттуда первый раз видно, как бы с этой дороги, когда идешь, видно храмовую гору, да, вот этот золотой купол, он блестит, да, но есть такое место, где вот там, скажем, ну, не знаю даже, 10 на 10 метров, как бы такой квадрат, вот оттуда видно, а чуть вправо, чуть лево, горы закрывают уже, вот нужно там встать и присмотреться, да, и вот, и видно, видно, когда золотой купол поблескнет, не всегда, не в каждую погоду, непонятно, как солнце иногда падает, и он не блестит, да, я прихожу туда каждую субботу проверить, что проверить, да, Авраам, когда стоял на этом месте, он спросил у своих спутников, да, видите вы что-нибудь или нет, с ним были, ну, как говорят, с ним были, метраж говорит, с ним был Ишмаэль и его слуга Ильазар, да, Ильезар, слегка, Ишмаэль и слуга Ильезар и Ицхак, да, Ильезар и Ишмаэль, Ицхак, мы ничего не видим, Ицхак сказал, вижу, вижу щену, вижу будущий храм, да, и тогда Авраам сказал, вы посидите здесь с ослом, а мы с юношей пойдем, поклонимся Всевышнему и вернемся, то есть оставил их посидеть с ослом, поскольку они ничего не видят, и вот я хожу проверять, вижу я или не вижу, да, иногда не вижу, но надеюсь, что завтра увижу, да, вот, осла бьетесь? да, что? осла с тобой бьете? осла? нет у меня осла, к сожалению, а что, зачем осел? меня, меня, я сам интересую, да, вот, осел мне, ну, значит, да, ну, это как бы в шутку, но с другой стороны, это действительно, как молитва, да, и как такое, с моей точки зрения, попытку усилить еврейскую душу, видение, видение святости, хотя бы через этот золотой купол, который поблескивает, да, значит, Таара забрала, сейчас мы закончим с вами уже секунду, забрала вкус и забрала запах, да, не просто пропал вкус и запах, он говорит, потому что чистота пропала, да, Веомасарот натлует шуман Адаган, а то, что не стали, перестали отделять десятую часть, из-за этого насыщающая сила зерновых, Даган, как сказать, зерновых пропала, насыщающая сила зерновых пропала, да, Веаххамима, а мудрецы говорят, да, а мудрецы говорят страшную вещь просто, послушайте, что они говорят, они говорят, Азнут Веакшафим, Чилу и Дакод, они говорят, что разврат и колдовство прикончили все, весь остальной спектр ощущений, да, вот все, что оставалось, прикончили разврат и колдовство, да, то есть, то, что действительно, от того, от чего еврейская душа должна быть, как можно дальше, то, что начало распространяться с засилием Рима, засилием Рима, да, это разврат и колдовство, да, колдовство – это неотъемлемая часть древнего мира, можем об этом поговорить, да, вот, в каждом легионе был свой колдун, у него был набор, стандартный набор инструментов, казенный, ему выдавался, там, скальп, кого-то, чего-то, какие-то кости, да, у него был, как бы, вот, казенный набор, это, в каждом легионе был колдун, может быть, даже не в, не только в легионе, в кокорте в каждой, не знаю, возможно, вот, и, вот, это вот засилие, засилие вот этого, свободного, такого, так сказать, образа жизни и колдовство, они прикончили все, прикончили еврейскую душу, конечно, мы с вами знаем, что прикончить душу еврейскую невозможно, да, но нанесли по ней тяжелый удар, по ее ощущениям, мировосприятию, нанесли тяжелый удар, да, ну, может быть, да, вот мы всегда говорим, храм, храм, да, вот, построить, приносить жертву, это все хорошо, я за, это тут нет никаких проблем, никакой критики, слава Богу, но хочется, чтобы мы понимали, да, что храм, это не просто построить, приносить там жертвы, да, или даже бейт-кнесет, как некоторые говорят, не будем приносить жертвы, построим там, чтобы только воскурение приносили, боссу, делайте, что хотите, только чтобы это место было нашим, и чтобы там стоял храм, там разберемся, да, вот, я как бы с такой позиции, вот, лишь бы только, чтобы это место было, место было нашим, но при этом нужно понимать, мне кажется, да, вот говорят, что, Кузави пишет, что храм не будет построен, пока евреи не захотят, страстно, страстно не захотят, чтобы был храм, да, а как захотеть, а вот, представить себе, представить себе, что не только там здание разрушено, это от нас отрезали, по-живому, тогда, может быть, захочется нам храм. Все, на этой оптимистичной ноте мы с вами переходим к нашему времени, которое называется Бейн-Митсалим, я желаю его удачно всем пройти, чтобы всем был успех, да, чтобы у всех развивалась еврейская душа, да, даже без храма ее можно развивать, да, вопреки всему, можно развивать свою еврейскую душу, да, чувствовать, видеть, по-особому всем желаю. Аминь. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Вы сказали об этом месте, в котором иногда бывает в их послалке куклу. Да. Но если это место недалеко от вашего поселения... А, ну, прямо в поселении, прямо. Прямо в поселении. Да. Ведь откуда для того, чтобы на сле или со слов во времена Авраама добраться до горы, в общем, он три дня, кажется, шел. Он от Хеврона шел три дня. Это очень хорошо. Я вам тут могу сказать, что у нас на дороге... Да, да, да. И... Да, да, да. Я так понимаю, что они подошли к горе, и вот в этот момент он сказал, вы тут посидите со словом, а мы с Юношей поднимемся на горы. Я так понял вас. Не, они не совсем подошли к горе. За три дня до. Они не совсем подошли к горе на каком-то расстоянии, потому что он говорит, мы пойдем и вернемся. То есть еще нужно было идти. Значит, это место находится действительно на дороге. Дорога проходит через... Наше поселение идет дальше. как бы вот ближе туда, как бы мимо Бейтлехима она проходит, эта дорога отцов. Но дело в этом. Есть такой интересный очень момент. Недалеко от поселения на дороге отцов находится миква. Старая миква, естественно, она сегодня не действует, старая миква, которая сделана, как в Иерушалайме, так сказать, для массового окунания. Что значит для массового окунания? Есть... Она разделена на две части. Нечистые заходят, чистые выходят. Между ними есть перегородка. Это значит, идет поток людей. По этой дороге в период второго храма ходила масса людей. Десятки, если не сотни тысяч людей ходили в храм. И было правило такое. На храмовую гору нельзя было подняться без бумажки, что ты не окунулся в микву. Окунуться в микву надо было возле храмовой горы. Но можно было за день пути. За день пути. И это доказывает, что значит, вот это где-то наше поселение, это с точки зрения древнего мира, это где-то день пути. Значит, от Хеврона всего три дня пути, а от нас где-то день пути до Иерушалаймы, потому что там человек окунался в микву и получал эту бумажку. И с ней шел подниматься уже на храм в другую гору. Вообще, все очень волнующе. Каждое место, где наступит нога дворя, там праотцы, там пребудущее поколение, там все. И главное, мы ведь пришли сюда. Мы пришли сюда. Все было так, как было две тысячи лет назад. То есть практически никто не жил. Вот. Если бы еще последнее время после Осло эти негодяи не разрушали археологические памятники, то так бы мы идем по земле, как обещал нам Бог, если будет изгнание, Земля останется в запустении. Мы пришли на нее и как две тысячи лет назад, по большому счету. Тут турки были, там железную дорогу как-то они проложили, какие-то дороги. Вот. Это по большому счету, как вот было две тысячи лет назад, так мы по ней иступаем по этой земле. Хорошо. Ладно. Значит, всем успехов, благополучия, дай Бог. Главное, не теряйте время по жизни. Редактор субтитров А.Семкин